Библейский портал экзегет.ру представляет 147-й псалом в переводе российского библейского общества читаю для библейского портала экзегет Продолжается тема хваления И, собственно, это все последние псалмы, а мы уже почти у самого конца книги И вот несколько псалмов предыдущих, они были на одну тему, ту же тему хвалить Господа Сначала сам псалмопевец это делает, потом себя к этому призывает, потом призывает остальных людей А в 147-м он обращается уже не к людям конкретно, не к людям вообще, а конкретно к Иерусалиму Иерусалим, славь Господа! Сион, хвали Бога твоего! Он укрепляет засовы твоих ворот, благословляет сынов твоих Он дает земле твоей мир, сытной пшеницей питает тебя Он земле посылает веления свои, быстро мчится слово его Он снег растилает, как белую шерсть, сыплет иней, как пепел Кидает градины, как хлебные крошки, и кто мороз его сможет выдержать? Послал он слово свое и растаяло все Послал ветер и потекли воды Он взвестил Иакову слово свое, Израилю законы и веления свои Никакому другому народу он такого не делал, и не знают они законов его Аллилуйя! Вот нас все-таки возвращает псалтир к теме завета между Богом и Израилем Господь царь всего мироздания, он даже птенцам воронам в 146-м псалме посылает пищу Это все так Но Израиль это не птенец ворона, это все-таки поважнее будет Это народ, который вступил в отношение завета со своим Богом И здесь описано, вот чем хорош этот завет Вообще такой очень приземленный псалм Псалмы бывают невероятно высокие, такое богословие А здесь хвали Господа, потому что ты сыт и безопасен Да, потому что у тебя все в порядке Ну хотя бы за это хвалите Господа Вообще вот мы с вами забываем встать утром и сказать Господи, слава тебе, что я жив Что мне есть чем позавтракать, что рядом со мной люди, которые меня любят и ценят Что у меня есть работа, дом, семья Но иногда чего-то нет, да Но сказать за все остальное это спасибо На самом деле мало кто помнит об этом каждое утро Израилю это напоминают, Иерусалиму, Сиону, холму, на котором стоит храм Главному из холмов Иерусалима Он укрепляет засовы твоих ворот, благословляет сынов твоих Вот оказывается, кто у нас в качестве главного гаранта безопасности, да А не какая-то компания там или полиция Он дает земле твоей мир сытной пшеницей, питает тебя Опять-таки, да Ведь бывает и война, бывает и неурожай, бывает и голод Сейчас нам это трудно себе представить Массовый голод, да Когда вот никто не может наесться Потому что не хватило вот еды вообще совсем, да В древности это частая история И более того, это не только с Израилем Он снег растилает, как белую шерсть Сыплитыни, как пепел Кидает грязины, как хлебные крошки И кто мороз его сможет выдержать Ну да, мы, конечно, живем в совершенно другом климате Мы-то знаем, что этот снег, который там выпадает раз в несколько лет в Иерусалиме Это не снег, а так развлечение одно Особенно кто в Сибири, да Вот нам есть о чем поговорить Но для людей юга без теплой одежды Даже просто минус два с выпавшим снежком Это уже тяжелое испытание И в любом случае Вот погода это такой прекрасный Пример хрупкости нашего организма, да Вот поменялась погода всего там на десяток градусов Цельсия И все, и совершенно другое ощущение И вот насколько мы зависим от этого внешнего, да А он послал слово свое, растаяло все, послал ветер, потекли воды Возвестил Иакову слово свое, Израилю законы и веления свои А при чем здесь оттепель или там, скажем, весна, когда все тает, и законы А ведь это одно и то же Да, вот это действие Бога в этом мире Ну хорошо, мы знаем, что метеорологи нам подскажут, что это циклоны, антициклоны Там атмосферные процессы Да, естественные объяснения, они существуют Но в конечном итоге для верующего человека мир этот запущен Богом В том числе механизмы циклонов, антициклозанов и прочего И поэтому природа откликается на ветер, на жару, на все остальное А мы, а у нас вместо ветра закон, вместо солнца веление Да, как мы на это откликаемся Течем ли мы, как снег, который превращается в воду под этими жаркими лучами Или нет А ведь никакому другому народу он такого не делал Они не знают его законов Как много тебе дано Иерусалима, Израиль Как многое ты можешь И здесь нет этого вывода Но неизбежно мы его сами договариваем Как мало ты пользуешься этими возможностями Ну, а что нужно сделать для того, чтобы хотя бы войти Вот в эту возможность не утратить ее Следующий 148-й псалом довольно наглядно нам подскажет Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok